Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, что по сути мероприятия мы готовили только месяц. Мы никогда так не делали быстро конференции, но тут так сложилось, что, во-первых, Инвестор Дэй был несколько позже, во-вторых, между ними была разница между Инвестор Дэй и конференцией АМИХ буквально полтора месяца, и по сути мы готовили ее ровно месяц. И, честно говоря, у нас были большие опасения, а соберем ли мы нужную аудиторию. Получается, буквально за месяц мы собрали такое же количество людей, как минимум, как было в прошлый раз, то есть многие уже приходили без регистрации, поэтому мы подведем итоги, но, я думаю, столько же, сколько и в прошлом году. То есть в этом плюс. А в чем минус? У нас в этом году не было генерального спонсора. Так случилось, что постоянно партнеры, у них были определенные изменения в руководстве, и они не успели принять решение за вот этот месяц, что мы начали готовиться тут, и мы, конечно, виноваты. И с точки зрения финансового, можно сказать, это мероприятие, ну, практически, вот, это ноль-ноль, и вы, наверное, увидели это по размерам бейджиков, что мы экономили на чем могли. Вот. Что касается контента, мне очень нравится контент в этом году, потому что мы нашли достаточно сильных российских партнеров, плюс мы специально ездили в Киев и в Москву на российскую интернет-неделю, на украинскую неделю, отслеживали хороших спикеров и привезли именно звезд. То есть, ну, не просто звезд по именам, а звезды, как они правильно себя презентуют, показывают, чтобы был интересный контент. То есть, в этом отношении нормально. Ну, и вы видите, уже давно за шесть часов, а люди все ходят, и здесь порядка тысячи человек. То есть, это очень хорошо для Казнета, это значит, говорит о том, что рынок развивается. Поэтому я считаю, что цели были достигнуты, то есть, рынку, да, еще одно направление, еще один вектор, поэтому это очень положительно для страны в целом. Ну, если говорить о тех, кто зарегистрировался, то от власти было не очень много людей, потому что власть сейчас у нас в большинстве в Астане. Ну, я очень благодарен Нурлану Измайлову за то, что он приехал, потому что Зердея – это серьезная структура, и то, что он приехал, представляя здесь интересы государства, я просто вижу, что он везде. Он был и в стартапах, он был и в главном зале, он был и там, и, ну, я вижу, что процесс идет, ему это интересно. Вот то, что нас уже который год немножко игнорирует, скажем так, министр, который нас за это отвечает, это нас немного напрягает, и тут мы видим, что есть определенные точки соприкосновения. Плюс я еще озвучил очень такой, не очень приятный вопрос, это то, что государство перестало поддерживать такие мероприятия. Если вы заметили, мы все три года, у нас не было никакой господдержки, ни один из спонсоров не является госкомпанией, ну, может, только Air Astana, и тот, кто 50%, они нам иногда помогают с привозкой гостей. Вот, а все остальные – это частные компании. Государство сконцентрировалось на выставках, которые они проводят в Астане, ну, и, как мы все знаем, в Астане больше выставки пиарные, чем какие-то про бизнес, и вот это не очень хорошее знание. Из-за этого у нас умерло в этом году три серьезных конференции. Умер КИТЭО, ну, 21 год был, умер Digital Communication, они третий год могли проводить, и умерла Казахстанская интернет-неделя, насколько я понимаю, она как бы переродилась в формат интернет-авеню. Поэтому, ну, я не знаю, насколько интернет-авеню это выдержит, то есть в чем наше преимущество, мы не делаем для себя самоцелью заработать на конференции, и поэтому, может быть, мы как бы и не закрываемся. Хотя с точки зрения финансовой здесь понятно, то время, что мы вкладываем, мы достаточно дорогостоящие специалисты, мы просто так не оцениваем, мы это делаем для рынка, и поэтому, может быть, мы не закрываемся. Если нам это на какой-то момент надоест, то все будет очень сложно. Поэтому, вот, как бы, упор еще государству в то, что, ребята, бизнес все-таки растет. Если вы действительно хотите не на словах, а на деле поддерживать интернет-рынок, ну, вы поймите, что такие конференции, они дают самый большой толчок рынку. Очень многие проекты, если вы видели, они специально запускались здесь, они готовились в том же Zero KZ, да, который, наконец, за 13 лет первый раздел обновления, как раз под iMix, это им хотелось, тут же и Word, тут же еще те же стартапы, которые очень сильно готовятся. То есть у рынка такие события ждет, у них готовятся, и надо им помогать, нельзя просто как-то отстраниться, быть стороной. Я увидел, что, если говорить о трендах, то мы это все будем собирать как есть, но я увидел, что можно добавить еще в формат самой конференции. Мы четко увидели, что мы обладаем очень хорошим ресурсом, это база данных людей, которые приходят на такие мероприятия. И мы единственная конференция в Казахстане, которая публикует поименно тех людей, кто сюда зарегистрировал. И мы увидели, что это вызывает очень большой интерес. Люди просматривают списки, и многие приходят не ради, может быть, даже спикеров, а ради встреч с конкретными людьми. И мы хотим вот этот формат немножко автоматизировать, дать возможность, может быть, людям уже сразу заранее какими-то отметками отмечать, я хочу с вами встретиться, или лайками, чтобы увидеть, а кто самый популярный из всех гостей, кто приходит вообще зал, с кем больше всего хотят встретиться. То есть добавить такой момент интерактива во всю эту песню, чтобы сделать конференцию еще интереснее. Потому что, ну, мне кажется, это стоит. Вот если вы видели, твит-трансляция, она дает очень много. То есть люди просто, вот это дает вот определенный интерактив, люди, спикеры сразу видят, что происходит, насколько они интересны людям или нет. То есть это дает. И мы хотим вот этот интерактив дальше добавлять, делать конференцию полезных для пользователей. Потому что они приходят именно ради контента. Найти вам больше контента, приходите, делайте, главное, давайте. Что-то надо делать и надо стоять на месте. Вот наша основная цель. За год мы выросли в 2,5 раза. Это уже точно по деньгам. Мы сейчас практически, в прошлом году это было от 400 до 600 миллионов долларов. Это уже серьезная цифра. Это раз. Второй момент – это то, что на рынке появилось достаточно много новых игроков, интернет-магазинов. И, как я показывал в докладе, самое главное, что появилось, это новая экономика. То есть те компании, которых нет в офлайне, у которых очень маленькая история, это интернет, и они тут же взлетают. Шоколаев, как Бесмарт, как Тикетон, как ряд других компаний. Это говорит о том, что здорово, значит, можно там делать интернет. Это как сигнал рынку. Ребята, бизнесмены, смотрите, можно вкладывать в интернет. Они быстро взрывают, быстро есть окупаемость. То есть за год окупить проект, ну, это практически нереально даже в офлайне. А тут уже есть в интернете примеры, когда можно. То есть это как пример. Вот это очень здорово. Что еще в e-commerce? Ну, на рынок e-commerce, кроме Халыка и Коскома, вышли еще как минимум 2 банка. Это АТФ и Нурбанк. Они заключили договора с процессингом EZ. Они сейчас тоже будут оказывать онлайн-услуги. И появился, я насколько знаю, Альфа-банк. Пока они, правда, об этом не анонсировали, но они отдельно из Москвы, они тоже с этого выходят. То есть банки тоже увидели, что на этом рынке можно зарабатывать деньги. Ну, и сами люди. Мы стали очень много покупать через интернет, и все больше и больше. И проблема только в том, что мы пока очень много покупаем за рубежом, и меньше в Казахстане. Но я думаю, может быть, это все-таки временное явление, и мы хоть где-то, но попытаемся здесь отыграть. Поэтому вот основной мой упор, если увидели на конференции, что казахстанские бизнесмены вкладывать в интернет, пора, 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 потому что иначе будет поздно, и потом будут другие игроки здесь проиграть. Мы показали реальные цифры, откуда это происходит. То есть мы проанализировали наших партнеров, все их интернет-транзакции. И мы увидели реальную цифру по стране, потому что статистическая достаточность была достаточно, извините за тавтологию, и в принципе из них можно делать определенные выводы. И выводы мы сделали следующее, что действительно в Казахстане остается только десятая часть всех интернет-транзакций. Это на самом деле очень плохо, потому что это просто, ну это значит, что интернет-рынок, как бизнес, работает очень плохо. Люди покупают там. И значит нужно что-то сделать, чтобы люди покупали здесь. И вот что делать? Я как раз показывал эти ниши. Мы показывали, что наши рынки покупают в китайских магазинах. Мы прям показывали, это прям реальные данные от магазина, которые я не могу озвучивать, силу кофициальности, но это реальные данные за год. То есть что наши купили казахстанцы, и там очень хороший сегмент. Одежда, электроника, обувь, игрушки, товары для дома, автомобильные запчасти. То есть в принципе везут все. Значит надо просто, раз есть спрос, надо создавать предложение здесь в Казахстане. А учитывая, что доставка здесь будет намного быстрее, даже Ламода сейчас довозит на следующий день в Алма-Ате или через три дня в Астане, значит это можно сделать и с другими продуктами. Тогда у нас просто будет преимущество, потому что везти из Китая иногда доходит до двух месяцев. Ну, это может конечно и за две недели, если повезет, ну два месяца. А тут на следующий день, я думаю, там разница в цене, она будет небольшая, и наши люди будут покупать здесь. Они готовы покупать, надо только предложить. Продолжение следует...